Лифты с истекшим сроком эксплуатации заменят в многоэтажных домах Шимкента. Жители могут воспользоваться условиями государственной программы модернизации. Лифты поменяют за счет местного бюджета, но жильцам придется компенсировать расходы в рассрочку. Однако расставаться со старыми подъемниками готовы не все горожане. Катерина Попкова продолжит. Поломки лифта в этой девятиэтажке по улице Айбергенова происходят регулярно. И это неудивительно. Механизму уже 33 года. Житель дома Эрик Искаков часто приходит на выручку соседям. Приходилось подходить к лифту, к дверям и успокаивать человека, передавать ему воду или что-то там, чтобы успокаивать. Потому что паника. И мы потом уже даже, чтобы просто всех предупреждали, если что, вдруг застрянете. Пожалуйста, не паникуйте. Мы вам поможем и вас освободят. Из-за отсутствия запчастей ни одна компания больше не берется за обслуживание изношенного оборудования. Теперь жильцы решили участвовать в программе модернизации. Деньги на замену подъемного механизма им выделили из местного бюджета. Но людям придется их возвращать. Некоторые переживают, что не смогут выплачивать рассрочку. Но другого варианта решить проблему старых подъемников нет. Лифт – это, согласно закону о жилищных отношениях, это является совместной общей собственностью жителей. То есть жители сами должны следить, сами должны ухаживать. Всего в Шемкенте насчитали 36 лифтов, которые уже отработали свой срок. Они периодически останавливаются между этажами, резко трогаются с места или вовсе перестают работать. И такая картина наблюдается не только в старых домах. Ну, сад. Вроде новые дома. Ну, заявки дают, что лифт поменять. А так служу из лотации лифт 25 лет. Срок службы не подошли, они все равно хотят менять. Процесс замены лифтов, которые отслужили свой срок, уже начался. Жители 16 многоэтажек согласились на эти работы. Еще восьми пока обсуждают этот вопрос. Средняя стоимость одного нового лифта достигает 15 миллионов тенге. Если 70% жильцов соглашаются, затраты делятся между всеми.